Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Восьмой день месяца новых дорог 7500-24 лета. 9 ноября 2015 года. Понедельник. История изучения НЛО в США и СССР. Особенности восприятия темы внеземных цивилизаций. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный следующее Вадим Чернобров. Как быстро пролетели три часа. Мы переходим на четвертый час. И в заключительной части, как всегда, мы озвучиваем вопросы, которые задавались во время эфира. Давайте сначала посмотрим фильм. Павел Че пишет. Инопланетяне пролетели на праздне Нового года. Не помню, как фильм называется. Такое может быть. Дальше. Дмитрий отвечает. Фильм называется «Это веселая планета». Владимир отвечает. Да, это веселая планета. 1973 год. Очень добрый фильм «Веселая планета» Михаил пишет. Дальше тоже «Веселая планета». Уточняет. Слева чужой, справа свой. Хорошо. Хороший фильм. Данил пишет. Стыдно. Фильм не видел, а вот американский видел. Даже начало подташнивать от него. Интересно, да? То есть, американские фильмы мы видим. Вот эти злючие все, противные, вредные, мерзкие. А свои родные, веселые, добрые, почему-то как-то и упускаем из виду. Ну, что ж сказать. Ну, дань сегодняшнему времени. Итак, давайте уже начнем задавать вопрос. Вопросов-то накопилось достаточно много. Восемь часов с небольшим. Был задан вопрос Владимир. Вопрос Вадима Черноброва. Скажите, пожалуйста, про технологии спутникового сканирования. Полярной шапки Южного полюса. Есть там что-то подо льдами? Ну, наши современные методы не позволяют очень четко вскрывать. Ну, в кавычках, конечно. Вскрывать находящие структуры, которые находятся подо льдами. Сейчас появились технологии, ну, я не раскрываю особенных военных тайн, скажу, технологии, позволяющие самолетов, по крайней мере, самолетов, ну, рано или поздно это будет сделано и со спутников тоже, видеть подземные ходы и подземные сооружения. Что, чего, естественно, раньше никому никогда сделать не удавалось. Разве что, ну, при фотографировании в различных спектрах, в частности, в инфракрасном спектре, иногда по выходам тепла над подземными сооружениями иногда удавалось их, так сказать, находить. Но если знать про возможность поиска сооружений с помощью инфракрасных лучей, те, кто строил эти сооружения, тоже про это знали, научились с этим бороться, научились отводить тепло. То есть, в ряде современных устройств этот метод не срабатывает. А вот новый метод, не будем сейчас на нем заострять сильно внимание, поскольку он действительно достаточно, слишком современный, новый метод позволяет это делать с высоты самолета. Подчеркиваю, через некоторое время это дойдет, эти технологии дойдут и до уровня, когда это можно будет делать с высоты, с высот, на которых пролетают спутники. То есть, высот нескольких сотен километров. Но пока о таких возможностях мне ничего не известно. То есть, может быть, где-то они опробируются на сегодняшний момент. Я просто про это не знаю. Либо, если я знаю, то ситуация такова, что через энное количество лет такая возможность будет. И если она будет не только у военных, но и будет задействована на межпланетных зондах, тогда это можно будет сделать, просканировать, соответственно, и поверхность других планет. Конечно же, в первую очередь я говорю о Марсе и Луне. Причем тут сложно мне сказать, куда надо направить усилия быстрее. Конечно, Луна ближе, но Марс, с другой стороны, более привлекателен. Ну и там, и там, все-таки я думаю, что подземные сооружения есть. Но, опять же, одно дело, что я думаю, а другое дело, найдет ли это сканер с орбиты или не найдет. Ну, еще будет правильнее, если не только с орбиты мы найдем, но и непосредственно войдем внутрь. Вы, наверное, кто следит за межпланетными исследованиями, тот знает, что несколько лет назад большие круглые входы были найдены на Луне в количестве нескольких штук. Это такие, даже не гроты, это круглые углубления диаметром в десятки сотни метров, вертикальные, которые уходят вниз. У нас на Земле до последнего момента таких углублений идеально круглых не было, разве что искусственные какие-то шахты. Но большой диаметр, в общем, большой диаметр этих углублений он смущает и как-то не приходит на ум никаких естественных причин, по которым они могли появиться естественным путем. Но, опять же, поскольку рядом не обнаружено никаких там подъездных путей или каких-то шахт или иных искусственных сооружений, то, с другой стороны, и считать их искусственными нельзя. Но я о них сейчас вспомнил только как пример того, с чего надо начинать исследование. Безусловно, раз нет следов высокоразвитой цивилизации на поверхности, ну, по крайней мере, неразрушенных, нам еще надо, так сказать, разобраться с этими пирамидами и разрушенными дорогами, раз нет действующих или недавно построенных сооружений на поверхности, значит, надо, так сказать, углубиться вглубь. Там нас наверняка ждут какие-то сюрпризы. Ну, собственно, нас и на Земле еще ждут подземные исследования с сюрпризами. Вот пока мы не дотянулись до Марса, вы знаете, космопоезд занимается подземными исследованиями ряда сооружений, возможно, даже сооружений, имеющих отношение к древним цивилизациям. Вот, но это, так сказать, тема не этой передачи. Порашу чуть покороче отвечать, потому что вопроса накопилось много. И тут Дмитрий написал, и тут Вадим почувствовал, что это надолго. То есть, когда я видел, что вопрос... Стараемся закончить быстрее, чем в прошлый раз. В прошлый раз это было в полтретьего ночи, я помню. Да, а то у нас завтра еще один эфир задуман. Хорошо. Виталий, вопрос Вадиму Черноброву. Если парадоксально подойти к этой теме НЛО в США и СССР, то интересная, получается, система. Разве это не так? Я не понял, честно говоря, сути вопроса, но может и что-то более... Мне кажется, что я понимаю человека или человек понимает меня. Я, можно, по-другому перефразирую, сказанное им. Может быть, опять же, как я его понял. Давайте я заменю слово «система» на старое всем знакомое слово «сказка». Ну, слово, которое навевает снисходительное отношение. Ну, ведь сказки – это для детей, правильно, да? А мы же люди как бы взрослые, мы же серьезные. А сказки – это не для серьезных. Но на самом деле сказки – это самая серьезная основополагающая вещь. Это как, если сравнить с памятью компьютера, это его постоянная память. Это то, что закладывается на всю жизнь. Все остальное, что вы прочитаете в журнале, в телевизоре посмотрите – это временная память. Она завтра может забыться или замениться на другие впечатления. А постоянная память, как на жестком диске, она не стирается никогда. И если вас в детстве учили сказкам добрым, что Белоснежка должна дождаться своего принца, то, скорее, с большей вероятностью из вас вырастет вполне добропорядочная, верная женщина. И если вас учат, там, я не знаю, Пеппи Дин и Чулок какой-нибудь, то я думаю, что о добропорядочной женщине, так сказать, уже не столь, я буду уверенно говорить. Ну, и это касается, наверное, всех остальных сказок. И, по большому счету, все сказки без исключения. Я сейчас не буду отбирать хлеб у детских психологов, которые расскажут это лучше, чем я. Которые очень квалифицированно объясняют, что, например, детская сказка, столь любимая девочками в 5-7-летнем возрасте, детская сказка «Маша и Медведь», на самом деле учит девочку, которая еще вообще ничего не соображает, ну, как мы думаем, она учит тому стилю поведения, как девочка, став взрослой девушкой-женщиной, будет себя чувствовать в чужой семье, со взрослым, сильным мужчиной. Вот поведение Маши и Медведя – это некая постоянная память, которая закладывается в ребенка, стиль поведения, как он будет действовать во взрослой жизни. Вот теперь, возвращаясь к нашим инопланетянам, то, что нам рассказывают с экранов телевизоров, с голливудских блокбастеров и прочих фантастических романов, если кто-то думает, что это не более, чем билетристика и так несерьезная литература или несерьезные желтые непотребные фильмы, и не стоит тратить наше драгоценное время, мы же серьезные люди, чтобы тратить свой серьезный интеллект на столь несерьезные пустячки. На самом деле, назовите эти пустячки сказками, и становится немножко боязно, потому что вдруг начинаешь понимать, что на самом деле вот эти сказки закладывают наше стратегическое отношение во взрослой жизни. Как мы себя, как цивилизация, будем ставить в взрослой жизни. Это, извините, это уже не смешное сравнение Маши и Медведя, как стиль поведения взрослой, взрослеющей девушки в поведении с мужчиной. Это уже стиль поведения цивилизации, взрослеющей цивилизации, с взрослыми, сильными, другими цивилизациями. То есть, если, а вот теперь посмотрите на эти фильмы, на эти стили поведения, и мне становится страшно, потому что, согласно одному стилю поведения, нас приучают к тому, что как только ты увидел иную цивилизацию, бей первым в глаз, иначе получишь, иначе тебя будут бить первым, это один стиль поведения. И второй стиль поведения говорит, что надо сначала повзрослеть самому и выбирать в друзья только, так сказать, гуманных и только взрослых, и только мудрых. То есть, надо тянуться, так сказать, к хорошему. Вот это уже, так сказать, мне нравится, потому что это означает, на самом деле, очень простой, доходчивый, логический шаг. Если мы хотим подраться с другими цивилизациями, то, скорее всего, с вероятностью 99 и 99 в порядке, обязательно мы нарвемся на тех, кто опережает нас в своем развитии. И это значит, что наши жалкие попытки напасть первыми будут означать приговор для нас самих. Вот именно поэтому мне лично страшно от того, что кто-то в нас закладывает самоубийственный стиль поведения. То есть, действуя так, как закладывают в нашу долгую память голливудские сказки, означает обречь себя на самоубийство, когда мы, так сказать, попадем во взрослую жизнь. Вот к чему я кланю. Понятно, понятно. Дальше вопрос про Антарктиду, но я не буду зачитывать, потому что все-таки тема не по Антарктиде, и может просто растянуться ответ на этот вопрос очень надолго. Перехожу к следующему. Владимир. Еще вопрос Вадиму Черноброву. А не является ли яркий серебристый объект, появившийся в небе США 9 ноября 1965 года? Следствие аварии в американских электросетях. Это мог быть эксперимент, для которого потребовались выемы электроэнергии. Вот эта энергия и решила города, и решили, в общем, эту энергию вытянули, и города остались без напряжения и так далее. То есть, что-то похожее на аналогичную проекту ХАРП. Я думал, что человек сейчас вспомнит про Теслу, который тоже умел сажать ближайшие электростанции, или про Серла, который тоже подпитывался с окружающих электростанций или окружающих электросетей. Ну, по крайней мере, так злые языки утверждали, которые вчинили ему иск. Да, я согласен, что отрицать я этого не могу в частном конкретном случае, но поскольку я также... Ну, американцы сами не знают правильного ответа, я тоже, так сказать, могу только догадываться, поэтому я упомянул об этом случае, еще упомянув и про еще один случай, который тоже имел место быть 9 февраля. А вот с ним, что называется, уже гораздо веселее, но я не буду повторяться. Просто еще раз говорю, мы не будем, наверное, зацикливаться на частностях, чтобы увидеть систему, надо, конечно, анализировать. Не один случай вот этот, до мой взгляд, очень показательный, но, тем не менее, это все-таки один из эпизодов многочисленных. Ну, что было, то было, это мы не исключаем, поэтому давайте просто принимать во внимание, анализировать. Дальше. Алекс, по-моему, истерия с инопланетянами не прошла, и взялись сейчас за терроризм. Хороший вопрос. Я, давайте я на него, не знаю, нужно ли здесь отвечать, и я не буду отвечать, но я просто дополню эту фразу радиослушателя такой очень интересной цитатой. принадлежит она перу еще одного человека, которому мы сегодня, кстати, вот вспомнил, мы сегодня тоже празднуем, ну, не празднуем, конечно, отмечаем юбилей, тоже 9 ноября, я уже забыл, какое сегодня число, сегодня все еще 9 ноября, только произошло это юбилейное событие не 50 лет назад, а 48 лет назад, и этот человек в этот день, 9 ноября, испытывал самую крупную из всех когда-либо существовавших на Земле ракет. Эта ракета называется «Сатурн-5». Ирония судьбы заключается в том, что когда этот человек был эсэсовцем, а он был эсэсовцем, хотя, так сказать, потом всячески это отрицал, и когда он был эсэсовцем, он строил, конструировал и строил ракету, ну, вы знаете его как автора ракеты «Фау-2», которая обстреливала Лондон, но он строил еще и другую ракету, которая в состоянии была долететь до Нью-Йорка, то есть у него была такая фанатичная идея обстрелять Нью-Йорк, и эта идея ему удалась, конечно, не напрямую. Ему удалось своей ракетой сотрясти Нью-Йорк. Вот это произошло именно в этот день, 9 ноября 1967 года, когда ракета «Сатурн-5» стартовала, конечно, космодром находился не под Нью-Йорком, он находился и находится по сию пору на мысе Канаверал, это штат Флорида, до Нью-Йорка там очень и очень далеко, но ракета была столь мощная, что в Нью-Йорке дрожали стекла. Вот ирония заключалась в том, что ему это не удалось разбомбить Нью-Йорк в 40-е годы, но в 60-е годы он своей ракетой сумел Нью-Йорк сотрясти. Так вот, почему я вспомнил про этого человека? Я хотел продолжить мысль нашего радиослушателя цитатой этого великого человека, хоть он и эсэсовец, соответственно, вы понимаете моё к нему отношение, но тем не менее он вошёл в историю. Я думаю, что имя его, после того, как я о нём так много рассказал, имя его уже и не обязательно напоминать. Он уже умер, считается он национальным американским героем, несмотря на то, что мечтал разбомбить Нью-Йорк. Это удалось, конечно, не ему, это удалось в 2001 году, 11 февраля, другим людям. Так вот, цитата этого человека, следующая, я близко к тексту воспроизведу, но по памяти, у меня нет заготовки перед глазами. Цитата звучит так. Сейчас нас пугают коммунистической угрозой, ну, цитата, как вы понимаете, была в годы Холодной войны сказана. Сейчас нас пугают коммунистической угрозой, но придёт время, и эта угроза всем надоест, станет неактуальной. И тогда на следующем этапе нас будут пугать террористической арабской угрозой. Ну, пугать в смысле для того, чтобы держать в узде, чтобы контролировать. Но когда придёт пора, и эта угроза станет неактуальной, то есть перестанет действовать, перестанет пугать, то есть своё назначение, это пугало, так сказать, отработает, возникнет обязательно другая угроза. Нас будут пугать инопланетной угрозой. Вот конец цитаты. Я дальше не буду комментировать. Я надеюсь, ирония здесь видна. Эта фраза была сказана в те годы, когда актуальна была коммунистическая угроза, и говорить о том, что коммунистическая угроза перестанет быть актуальной, была полнейшей глупостью. И ещё большей глупостью было пугать арабскими террористами, которых тогда вообще мало кто задумывался. Ну и ещё большей глупостью было пугать угрозой инопланетного вторжения. Но, как вы понимаете, прошло некоторое время, и эта фраза полностью глупой стала уже не настолько глупой. Поэтому запомните её, пожалуйста. Может быть, она ещё пригодится. Хорошо. Следующий вопрос. Владимир. Вопрос Владимиру Черноброву. Мы с сыном с нетерпением ждём ваши эфиры и слушаем по несколько раз записи эфира. В связи с этим у нас следующий вопрос. Вот вы разработали методику вычисления путешественников из будущего. А существует ли методика вычисления технологий, появившихся в результате обратного инжиниринга объектов, полученных с НЛО? Например, внезапно прорыв в области вычислительной техники, в области стелс-технологий. Или это всё домыслы? Не без этого. Безусловно, мы должны это в голове держать. Хотя, как вы понимаете, это очень непростая задача. И если вот можно скрыть, как кто-то думает, можно скрыть всевозможные следы, которые самые лучшие умы работают над тем, чтобы спрятать все концы в воду. Самые лучшие. Но проходит какое-то время, люди придумывают новую технологию, новые методы исследований. И то, что раньше казалось скрыто, надёжно, новыми методами раскалывается. Поэтому то, что мы сейчас не можем с уверенностью говорить или говорим с очень большими оговорками, я не исключаю, что пройдёт какое-то время и мы легко расколем то, что нам было неподвластно. К примеру, я такой пример вам приведу. Мы когда пример, как новые технологии идут на пользу исследователям. И то, что раньше было невозможным, сейчас уже так сказать возможно. Мы в том числе, находясь в эпицентре Тунгусского взрыва, мы в том числе искали в скалах так называемые камеры обскура. Вот будете на Тунгусске или где-то в местах больших космических взрывов, пожалуйста, обращайте внимание на углубления в камнях, которые могут сыграть роль камеры обскура. Кто знает, что такое камера обскура, но это небольшое внутреннее помещение с одним отверстием входным. Через это отверстие на задней стенке помещения фокусируется или проецируется изображение, которое перед камерой, которое находится перед камерой. Если перед камерой будет очень мощное яркое изображение, коим является, например, водородный взрыв или взрыв Тунгусского метеорита или взрыв другого мощного объекта, то излучение будет настолько мощным, что на задней стенке отпечатается фотография этого явления. То есть, иными словами, никому в голову несколько лет назад не приходило, что где-то есть фотографии Тунгусского взрыва, который был уже больше века назад, в 1908 году, 107 лет назад. Подумать страшно. А фотографии есть до сих пор. Но, скорее всего, есть фотографии других явлений. Что называется, просто не знали, как их искать. Вот фотографии, вы не поверите, но сейчас найдены фотографии Хиросимского взрыва 1945 года. Фотографии, которые отпечатались на камерах обскура, на черепице домов, которые пережили этот взрыв. То есть, такие небольшие изображения ядерного гриба остались нам с 1945 года. Подумать страшно. Но, это лишь один эпизод, который говорит о том, что я категорически против таких унижающих человеческое достоинство слов, я очень их не люблю, когда кто-то говорит, мы никогда не узнаем правды. Да, вот теперь это никто никогда не узнает. Вот, если я говорю, сейчас я этого не знаю, и даже не знаю, как раскопать эту тайну, я убежден, что рано или поздно такие методы или такие технологии будут достигнуты. Даже не говоря уже о том, что если будет машина времени, то с помощью машины времени мы вообще все старые загадки раскопаем. Но это мое оптимистическое настроение, оно абсолютно универсально относится ко всем загадкам, абсолютно всем, кроме тех загадок, которые связаны с путешественниками во времени. С ними сложнее, потому что, как вы догадываетесь, они действуют на ход вперед. У них всегда есть запасной ход. Поэтому против них, ну конечно не против них, мы с ними не воюем, но когда мы хотим их в чем-то обдурить или в чем-то поймать на чем-то, фигурально конечно поймать, то имейте ввиду, у них всегда есть возможность действовать на опережение, узнав о нашем успехе, они всегда имеют возможность этот успех предотвратить. Поэтому если мы этого успеха добьемся, кого-то поймаем за руку, то мы обязаны об этом молчать, иначе этот успех не состоится. Вот поэтому задача, о которой вы говорите, не просто сложная, она слишком интересна, чтобы ею не заниматься. У них не только козырной туз, где-то в кармашке или в рукаве, у них целая колода, причем не одна и в разных местах. Так что да, и слово обдурить здесь не подходит, но как можно своих потомков в чем-то дурить, это во-первых неправильно с нашей точки зрения, во-вторых это глупо с их точки зрения. Ну что же, давай дальше смотреть. Вот здесь кусочек из диалога, из чата взял диалог, Виталий пишет, а если инопланетяне потребуют обмен культурой, Алекс пишет, Виталий, если они давно наблюдают, то и так все знают, нам нечего им предложить для обмена. Мне как-то один хороший человек сказал, слушай, а что ты своим детям кроме своей глупости и дуре передашь? Я тогда задумался. Да, действительно, культуру, ну, по телевизору, если кто-то думает, что культуру можно скачать по телевизору или в интернете в нашем, да, большую часть технологий, там, где, в каком танце держать за талию, а где выше талии, конечно, это можно подглядеть в интернете и по телевизору, то есть для этого контактировать с нами не нужно, здесь я согласен абсолютно, но если культуру понимать как нечто большее, чем то, что можно показать по телевизору, тогда да, тогда, наверное, это чрезвычайно интересно, но давайте положа руку на нас, вот просто искренне, искренне ответьте себе на вопрос, вот я вам предложу модель контакта с другой цивилизацией, понятной вам, цивилизации, которая, ну вот, будем считать так, немножко пренебрежительно, пусть они меня простят, но я, как бы сказать, в порядке предположения, есть народы, которые, как мы считаем, ниже нас в развитии, подчеркиваю, как мы считаем, может быть и не так, там, какие-нибудь племена дикие, вот, ответьте каждый себе на вопрос, вам, кому из вас нравится или хочется обмениваться культурой, то есть, приехать к ним и не просто сфоткаться с селфи, там, с красавицей, которая, там, топлис ходит в мини-бикини, то есть, если вы это подразумеваете культурой, то да, во многих туристических городах таких вот лже-аборигенов специально на показ водят за деньги, но если вы под культурой подразумеваете пожить в племени, вникнуть в их проблемы, поохотиться, там, на кабанчика вместе со всеми, потом это грязное подгорелое мясо, запеченное на банановых листьях, есть, по этим бананным листьям, там, жаба на них писала, вот, если вы хотите действительно культуру не эрзац, а-ля культуру для туриста, а реальную жизнь увидеть, то есть поделиться вот в том контексте, как человек спросил, если вы хотите этого, тогда вы к этим племенам действительно вынуждены обратиться, там, даже поклониться вождю племени, попросить разрешения, можно побыть с вами, тогда очный контакт просто необходим, но вопрос мой заключается вне ответа, вопрос заключается в том, многие из вас хотят такого обмена, я знаю фанатов, которые идут на это, которые живут там с папуасами, ну, например, Микулха Маклай классический, ну, есть и современные Микулха Маклай, у меня есть знакомые, которые в Папуа-Наугине чуть не съели в буквальном смысле эти местные культуры, в смысле племена, он от них удирал, и потом в соседнее племя прибежал, и забежал в клетку на полицейском участке с криками «закройте меня, а то меня съедят», и потом он никому не выходил из этой клетки, пока не приехал в советский полпред из столицы, только на человеческую русскую речь он настолько был испуган, что только услышав русскую речь вышел из этой клетки, вот он обмен культурой, так сказать, слава богу, он закончился хорошо, и этот москвич, я не буду слухно называть его имя, но это реальный случай, реальный человек, он участвовал в экспедициях космопоиска, он даже об этом вспоминать с трудом боится, не то, что думать о том, чтобы второй раз поехать и обменяться культурой, но я немножко со смехом сказал, потому что я убежден, конечно, кто-то захочет и так, и это хорошо, что кто-то захочет, но подчеркиваю, далеко не каждый, потому что большинству из нас на самом деле, ну, что там говорить, мы все немножко ленивые, большинству из нас проще скачать с интернета, пару фильмов посмотреть и сфоткаться с красавицей, селфи, и потом хвастаться этими фотками, вот он, обмен культурой, все довольны, красавица тоже получила за эту фотку 3 доллара, все довольны и как бы все рады, но получился ли обмен культурой, я что-то вот сильно сомневаюсь в этом. Представляю себе мужика, забегающего, кричащего, закройте меня от этой культуры, вот когда ты так аппетитно рассказывал про жаби соус на банановых листях, наверное, все поняли, что ты вдобавок еще и большой гурман, ну, что ж, давай дальше. Я опускаю так с подробности. Так, давай дальше. Дмитрий, Вадим, как вы считаете, правда, что инопланетяне способны договориться с главами государств и интересно ли им это вообще? Был слух, что с американцами был разговор о чем-то в 47-м году в Розуэле. Я могу повторить этот вопрос просто с другими ударениями и если повторю его, то он будет ответом, что да, вопрос абсолютно правильно поставлен, был слух, согласен, слух есть, ну, не только не был, он есть, но давайте всерьез подумаем, а что кроме слуха, во-первых, вспоминаю первую часть вопроса, интересно ли это инопланетянам? Пардон, вот поставьте себя на место инопланетян, если вы и так можете контролировать там ту или иную планету, ну, вы можете летать на этой планете куда вам захочется, можете делать на ней что захочется, ну, я имею в виду в рамках необходимого вам, у вас же не извращенные какие-то потребности, если кто-то думает, что на нашу планету прилетают для того, чтобы добывать там какие-то полезные ископаемые, я очень много таких утверждений читал, я очень сильно буду смеяться, потому что на многих астероидах, астероидов, где нет никаких проблем с местными жителями, поскольку их там просто нету, на астероидах добывать полезные ископаемые в миллионы раз проще, есть астероиды, на которых молибдена больше, на одном астероиде, там мелком какой-то, жалкий камешек, а на этом астероиде молибдена больше, чем все то количество, которое человечество добыло на целой планете за всю свою жизнь, то есть, короче говоря, если кто-то думает, что с нами, нашими правительствами, надо договариваться для добычи полезных ископаемых, мне это смешно, можно это сделать в бескрайнем космосе с гораздо меньшими потерями технологическими, и вообще ни с кем не надо договариваться, а если уж у вас извращенное такое желание именно на этой планете добывать, да кто сказал, что для того, чтобы вы пошли, собрали ягоды на поляне, вы заключаете договор с кротом, который живет на этой поляне, да вам плевать, живет там крот или нет, вам плевать, что он думает по поводу того, является он королем или правителем, или там президентом этой поляны, или не является, вы, если хотите что-то забрать, и вы чувствуете все силы до этого, вам не надо ни с кем подписывать договор, вы приходите, прилетаете и забираете, а если не надо, то, пардон, ну смысл, что вы, как более могущественная сторона, можете, извините за такой меркантилизм, поиметь с подписанного договора, даже страшно произнести, с самим американским президентом, вау, вау, да, что вы получите, ну, что получит президент, я немножко, как бы сказать, понимаю, даже слюнки потекли от зависти, а что вы получите, как, я дальше, конечно, могу процитировать многочисленные конспирологические статьи, которые я читаю на этот счет, что американцы, де, мол, разрешили проводить эксперименты над американскими жителями, ха, 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 то есть без разрешения этого было сделать просто невозможно, то есть все случаи, когда кто-либо, ну, если предположить, что кто-то над кем-то проводит эксперименты, а случаев таких, не будем, как бы, уходить в подробности, много, и не только в Америке, и в России, я сам, так сказать, периодически получаю такие эпизоды, вот самый крайний случай, там, вчера или позавчера из Кирова, Калужской области был такой звонок, весьма, так сказать, весьма тревожный, вот таких случаев очень много, если кто-то думает, что невозможно без разрешения правительства что-либо делать на нашей планете, я сильно в этом, так сказать, вас, к сожалению, переубедю, потому что контролировать, по большому счету, мы не можем, не то, что каждого человека, каждого гражданина своей страны, да, хотите, при ваших инопланетных технологиях можно похитить любого, сделать с ним все, что хочешь, в рамках допустимого, то есть, они не делают ничего жестокого, ну, по крайней мере, в нашем смысле, то есть, они гораздо более гуманы, чем мы, если похищают людей, то, как минимум, не убивают и возвращают на место, ну, то, что проводят мелкие эксперименты, так сказать, на то, не ученые, мы тоже проводим эксперименты, правда, чаще убиваем животных, поэтому они в этом плане гуманнее нас, мы никак не контролируем в этом плане, и не можем запретить что-либо в этом плане делать, поэтому самый страшный, самый-самый страшный правительственный секрет, который, если существует, я его сейчас, так сказать, без всякой помпы разглашу, поскольку этот секрет заключается в том, что правительство не скрывает страшно секретные договора с могущественными инопланетянами, это я могу вам сказать, я тоже скрываю, я тоже заключил договор с пятью внеземными цивилизациями, ну, что там, с десятью, давайте так, самый страшный секрет заключается в том, что правительство даже не мечтает об этом, оно просто не контролирует тех, кто могущественнее их, и вот этот секрет, он гораздо страшнее, чем тот, который, кстати, точнее, не я, конечно, который в конспирологических статьях проходит, что, мол, заключили договора, если бы это произошло, не дай бог, вот здесь я, давайте, кто верует в бога, перекреститесь немедленно, потому что вот этот вариант был бы страшен для любого противника штатов, если бы штаты или любая другая страна заключила бы договор с неземными цивилизациями, извините, мы бы жили бы уже в 159-м штате Америки, ну, в лучшем случае, скорее всего, поскольку все еще, так сказать, вы живете в стране, которая не называется 159-м штатом Америки, значит, такого договора быть просто не могло, иными словами, инопланетянам, развитым цивилизациям нет смысла заключать договор с аборигенами, ну, как нам нет смысла заключать договор с красными муравьями, которые воюют с черными муравьями, разве что ради прикола какой-нибудь студент приколится так, ну, просто вот поиздеваться в порядке эксперимента, нам высокоразвитым цивилизациям это просто не нужно, а вот нам, аборигенам, конечно, это сильно бы наш авторитет, как минимум наш авторитет подняло в наших глазах, а может быть, даже если мы утечку информации дали и в глазах других, потому что, на мой взгляд, правительство любой страны, которая контактирует с неземными цивилизациями, ну, как минимум, как минимум достойно уважения, знаете, если на них обратили внимание, ну, это как девушка в деревне, если девушку любит там, заезжий профессор, ну, как минимум, она достойна уважения, она явно, так сказать, выделяется из общего ряда других девушек, вот, поэтому, если профессор из города как бы полюбил девушку, это большой плюс, но вот профессор, в смысле, не профессор, в смысле, инопланетная цивилизация, на мой взгляд, американцев не слишком полюбила, хотя бы потому, что американцы до последнего, то есть, до 1982 года, здесь не буду повторять тему сегодняшней лекции, катастрофически боялись вот такого развития событий и проводили всяческое, всяческую подготовку, фактически нагнетание военной пропаганды против вот самого, так сказать, имиджа инопланетных цивилизаций, вряд ли они бы это делали, если бы инопланетяне, какая-то инопланетная цивилизация была бы у них в союзниках. Ну, я не буду сейчас уходить дальше, развивать эту тему и вспоминать о том, что некие политики в Англии, серьезные, ну, не просто телеведущие, а именно политики считают, что Россия в данный момент в лице нашего президента Путина контактирует с инопланетянами и наши, и те инопланетяне, которые контактируют с Путиным, они более высокоразвитые, чем те инопланетяне, которые контактируют с американским президентом, и вот эти инопланетяне, то есть наши, в смысле, извините, у меня уже все запуталось, кто наши, кто не наши, в общем, те, которые играют за Путина, они как бы руками Путина решают такую многоходовую задачу против своих инопланетных врагов, а те враги, соответственно, те инопланетяне, которые контактируют с американцами, так сказать, видимо, более низкоразвитые, и вот, и отсюда все беды, которые, на которые жалуются эти английские политики, ну, кому интересно, дальше, так сказать, найдете в интернете, есть такое упоминание, это, по-моему, в конце прошлого года вот такие, такая жалоба возникла, это оправдание, что, вот, мол, Путин не потому побеждает на всех фронтах, что он умнее, что армия там сильнее, а потому, что инопланетяне, которые за него играют, они самые сильные, вот такие вот дела, так сказать, кому интересно эта тема, она очень благодатна, и интернет здесь подскажет массу дополнительных доводов задуматься, так что тема интересна, но, наверное, все-таки она скорее фантастична, потому что из всего того, что я говорил, в общем, следует, что в лучшем случае они будут не руками там той или иной страны решать свои проблемы, и тем более не воевать руками землян со своими врагами, это настолько глупо, это примерно как воевать со своим вредным соседом, договорившись с муравьями, чтобы они напали на муравьев, живущих во дворе соседа, ну, дальше я не буду, в общем, такую многоходовую операцию продумывать, потому что, наверное, все-таки надо остановиться и задуматься и задуматься о зачем. Ночь на дворе, смотри, ночь на дворе, люди и живут. Ночь на дворе. Не надо пугать людей, иначе они теперь с муравьями пойдут сначала заключать мир с муравьями, которые во дворе у них живут, а потом спать, а то спать не будут. И все закончится как в фильме, и тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат. В общем, я понял с твоего такого монолога, что Америкозов как-то в последнее время непруха с инопланетянами идет. И на тех инопланетян поставить. Да. Не те боги им помогают, не те инопланетяне к ним пролетают. Ну что ж, ладно, давай сейчас я сделаю небольшую отбивочку, не буду ставить музыкальную паузу, просто отбивочку, чтобы как-то очередные полчаса отметить. В эфире Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском Радио. Сегодня восьмой день месяца новых дорог 7500 до 24-го лета понедельника и по современному календарю 9 ноября 2015-го года тоже понедельник. История изучения НЛО в США и СССР, особенности восприятия темы внеземных цивилизаций и главный соведущий Вадим Чернобров. Мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Еще раз прошу покороче немножечко все-таки отвечать, потому что время уже темное. Дмитрий, еще вопрос Вадиму. почему мы так уверены, что все внеземные существа намного развитее нас и умнее и запросто смогут от нас избавиться, если бы им это нужно было? Может, это всего лишь наша психология, боязнь непонятного к прилетевшему свыше, как и в древние времена принимали за богов посланцев с неба? Я не буду повторяться, буду короток. Лично у меня страха перед неведомым нет, иначе бы я всю жизнь этим не занимался. Наоборот, есть определенный процент людей, которых непонятно не пугает, а привлекает. А не буду повторяться, потому что тезис, основной, который я говорил, заключается в простом логическом таком умозаключении. Нет, на самом деле я понимаю, что не все цивилизации сплошь цивилизованные, мудрые и добрые и гуманные. Нет, я никогда этого не говорил. Я говорил лишь о том, подчеркиваю, что те, кто, как мы с вами, ну как минимум одна цивилизация есть, которая недобрая и негуманная, это мы с вами. Значит, я уверен, что наверняка есть и другие. Мой тезис заключался в том, что цивилизации агрессивные вроде нашей являются еще низкоразвитыми, то есть не в состоянии долететь, то есть дотянуться своими шаловливыми злыми ручонками до других цивилизаций. И в этом плане, соответственно, раз мы не можем дотянуться и какой-то вред нанести иным цивилизациям, себе сколько угодно, себе набивайте шишек, как бы это ваши проблемы. Это я обращаюсь к другим таким же глупым цивилизациям, вроде нашей. А вот другим навредить не моги, как взрослые правильные мамаши позволяют своим детям, которые копошатся в песочнице, они позволяют шишки набить, песком себе волосы засыпать. Это пожалуйста, пусть учатся. Но вот соседнему ребенку есть у правильных мамаш такое правильное поведение, они внимательно следят, чтобы соседнему ребенку не навредили, потому что им точно так же будет неприятно, если ее любимому чаду другой, чужой ребенок тоже там по голове хлопнет лопаточкой. Поэтому я думаю, что скорее всего отвечая на вопрос, скорее всего злые цивилизации конечно есть, просто нам они угрозы не представляют. Во-первых, они до нас не долетят, так же как и мы до других цивилизаций. Они там у себя представляют угрозу самим себе, так же как мы сами себе. А если вдруг случится какое-то не знаю ЧП и вдруг в руки им попадет трофейный звездолет, вдруг мы можем такое предположить и им не по-детски так сказать повезет как ребенку в руки попадет пулемет. Если такое не дай бог случится, то обязательно в этом случае правильные мамаши игрушку не детскую отберут. То есть и в этом плане я спокоен, потому что правильных мамаш в плане взрослых мудрых гуманных цивилизаций должно быть много не в смысле в количестве во вселенной, вот здесь я не считал, не знаю, а много вблизи нас. То есть те, кто долетел до нас по определению для нас угрозы не представляют. Доказательство моих слов очень простое. Если бы представляли, мы бы об этом уже знали. В том плане, что нас бы уже с вами не было. Раз мы об этом говорим, спокойно так, никто нас не бомбит, значит я прав. Железная логика, согласен. Здесь можно представить, представьте клетку с кроликами. Вот кролики живут в этой клетке, вот они могут воздействовать на те бактерии, которые под ними находятся. Бактериям достается не только помет, но еще и остатки еды кроликов. Но сами кролики в этой клетке существуют сами по себе и вот думают, что они такие крутые. Но в конечном итоге находится хозяин, который приходит и берет за уши кого-то из этой клетки вдаскивает и почему-то этот кролик пропадает. Вот мы можем себе представить уровни взаимодействия различных, что есть уровень под кроликами, есть уровень кроликов, есть уровень человека-хозяина, есть уровень Земли, есть уровень космоса и так далее. Вот если с этой точки зрения подойдет так образно, то может быть многие моменты станут, откроются для вас и многие галочки там будут расставлены в правильных местах. Дальше, Дмитрий, Вадим, может потому, что оказались на Марсе не оказалось враждующих гостей, вообще никого не было, вот и навеяло фантастов на более скромных марсианов. Это ведь когда про марсиан говорили, и здесь еще тоже про Марс, Дмитрий задал вопрос по поводу цвета, но мы уже про цвет отметили, здесь не знаю, стоит отвечать, не стоит. Ну, да, я примерно это имел ввиду, то есть именно из-за того, что не обнаружили, немножко подуспокоились, то есть актуальность этого вопроса упала. Ясно, угрозы нет, значит, ну его нафиг, да. Лютобор, викинги молодцы, оказывается, не только Америку раньше Колумба открыли. Так, дальше, Владимир, есть версия, что марсианская атмосфера по-другому преломляет солнечные лучи, закаты, рассветы там голубые, а вот полдень красный, тоже этот вопрос уже. Актуальный, в смысле, любопытный вопрос, но он не принципиальный, хотя бы потому, что на Земле тоже ведь нет единого цвета закатов, рассветов, безумное разнообразие, наверняка и на Марсе тоже с этим неоднозначно все. Дальше, Владимир, вопрос, Вадим, а что вы думаете про возможность существования жизни в океанах Европы? Ну, Европа имеет в виду не Европа наша, а тот... Я понял, да, о какой Европе идет речь, хотя и об этой тоже можно поговорить. Вы знаете, конечно, меня это чрезвычайно интересует, наверное, не меньше, чем всех остальных, хотя я очень скептично, более скептично отношусь вот к доказательствам в кавычках многочисленным, которые лет 10 назад возникли, вот когда качественные снимки Европы появились, появился такой всплеск интереса к этому явлению, потому что зонды передали фотографии льда, на котором видны, как некоторые доказывают, искусственные сооружения на этой планете. Значит, я скептически отношусь к этому, потому что для искусственных сооружений, если планета полностью покрыта льдом, а подо льдом многокилометровый уровень океана. Понимаете, для того, чтобы что-то сооружать на льду, нужно, извините, из чего-то сооружать, а если ничего, кроме как льда, у вас нет, задумайтесь, а что там, железные трубы, железные, железные дороги, что ли, сооружения, то есть, короче говоря, вопрос с циклопическими сооружениями на Европе подвисает в воздухе, потому что ни из чего другого, как из льда их делать просто этой цивилизацией, если она там, не дай бог, живет, просто нет. Вы вспомните, из чего делают свои поделки жители северных народов, которые, ну, условно, живут почти что среди льда, ну, почти что, в смысле, что большую часть времени вокруг них лед и снег, но часть времени все-таки тундры, на тундре, в тундре у них даже цветочки цветут все-таки, и тем не менее, у них почти не встречалось там железных инструментов, все железные инструменты привозные, то есть, у них очень большой дефицит материалов, это несмотря на то, что у них все-таки дерево есть, они мигрируют, добывают дерево, то есть, у них выбор есть, и тем не менее, жесточайший дефицит материалов, жесточайший, а здесь ситуация просто тупиковая, если северным народам можно мигрировать на юг, где запастись деревом, там, свои полозья, лыжи сделать хотя бы, то этим несчастным европейцам, я говорю о европейцах космического тела Европы, эмигрировать извините, некуда, то есть, либо им кто-то привозит этот материал, экспортирует с другой планеты, либо, давайте скажем честно, с большой долей вероятности это все-таки ледяные торосы такого хитрой формы, как они образовались так хитро, это вопрос второй, это как бы сказать, загадка любопытная и она требует разрешения, это лед, вот, ну, как бы дальше, а дальше, чтобы дальше рассуждать, нужно туда полететь, я лично, так сказать, готов, только позовите. Хорошо, так, Михаил, вопрос в эфир Вадим, узнает ли он что-нибудь о древнем мире Джоре? Ну, что-нибудь знаю, но я могу ответить точно так же, как с Европой, вот, знать чуть-чуть, вот мы узнали чуть-чуть, а все остальное домыслы, можно очень долго говорить, я готов говорить долго, но без трех минут полночь, а некоторые радиослушатели просили не затягивать, как в прошлый раз до полтретьего. Здесь просто такая переписка в чате, можешь не отвечать, переписка такая затеялась, в общем, Джоре, наш современник один пишет, очень интересно, и сейчас вот где-то через недели-две, может быть, через месяц максимум выйдет книга «Первый том», такой фантастический рассказ, очень интересный, ну, интересный по отзывам, кто уже читал его, потому что в интернете можно найти, и если удастся, то мы встретимся в эфире и как с издателем, так и, скорее всего, с самим автором, если, конечно, не помешают нам некоторые товарищи, которые у нас совсем не товарищи, вот, да, например, там не пролетят и не отрубят интернет, вот, то если все будет хорошо, да, если будет все хорошо, то мы с автором встретимся и поговорим об этом его фантастическом рассказе, так что все нормально. Замечательно. Дальше, Павел Че, вопрос, Вадим, как относитесь к теории пустотилости Луны, что внутри базы инопланетян? Ну, про то, что внутри могут быть какие-то сооружения, я и даже сегодня упоминал так мельком, когда говорил о входах, входы обнаружены, правда, входы это как бы тупиковые или за ними что-то есть, неизвестно, потому что они не просматриваются, вот, это одна часть вопроса. Насчет пустотелости Земли, конечно, я, наверное, как и вы, вырос на книжке Носова «Не знай-ка на Луне», все прекрасно помню, с коротышками, которые живут внутри Луны, это все здорово и интересно, вот, я также помню и про некоторые эксперименты, когда создавали искусственные лунотрясения, и эти лунотрясения говорили в пользу пустотелости, но прошу понимать следующее, не надо вот эти пока что достаточно шаткие доказательства, это не прямые ведь доказательства, это косвенные доказательства, не надо понимать буквально дословно, то есть, в том плане, что Луна действительно как корочка, просто пустотелая оболочка, внутри пустота, или, ну, как вариант с «Не знай-ка на Луне», как что снаружи корочка, а внутри воздух, а еще ближе к центру, ну, просто ядро, которое, видимо, болтается, не будучи привязанным ни к чему, но это еще больше глупость в плане того, в плане того, что такое тело не может быть стабильным, скорее всего, и вот здесь, я думаю, правда, на стороне этой версии, скорее всего, корочка, безусловно, есть, так же, как и на земле есть кора, толщиной там несколько десятков километров, а под корой структура почвы или структура вот этой вот планеты, вот этого космического тела, в данном случае мы говорим о Луне, она другая, она имеет другую плотность, она имеет, видимо, другие свойства, из-за чего кора извенит, когда искусственные луноотрясения вызывали, она извенит, как пустотелы барабаны или пустотелы колокол, вот, а вот что там внутри, то есть, какую структуру имеет это образование, на эту тему, конечно, селенологи, это специалисты по Луне, они свои версии многочисленные выдвигают и достаточно наукообразные, достаточно убедительные, и можно их версии принять в первом приближении, но заговорка, естественно, что, конечно, прямые эксперименты, как бы сказать, поставят точку в этом вопросе, а пока я лишь уверен в одном, что пустоты в буквальном смысле этого слова, вот, как это пишет Носов в Незнайке на Луне, пустоты там нет, там, скорее всего, есть большие полости, вот, это другой вопрос, почему там они абсолютно точно есть, а потому, что гравитация там меньше, и, соответственно, силы, которая сжимает своды, и в конечном итоге уничтожает, схлопывает полости подземные на Земле, то есть, из-за чего многие сооружения, подземные сооружения страдают и имеют не очень долгий срок существования, ну, там, какие-то живут сотни лет, какие-то тысячи, есть пещеры, конечно, миллионы лет, но это, скорее, исключение, то есть, в геологическом масштабе времени наши пещеры не самые долговечные, то есть, миллионолетних пещер мало, может быть, даже там, может быть, по пальцам можно пересчитать, я не знаю, сколько, но главное, что из-за земных подвижек они разрушаются и схлопываются, вот, при маленькой гравитации на Луне и вообще на малых космических телах вероятность существования больших полостей, причем продолжительное время, такая вероятность очень большая, поэтому я склонен ожидать больших пещер как на Луне, но так и на других еще меньших телах с большей вероятностью даже с большей вероятностью на астероидах где-то, так что спелеология, космическая спелеология, вот у нас недавно в группе спелеологии космопоезд был баннер такой, скоро до возникновения космической спелеологии остается всего несколько лет, это может быть кому-то показалось, что это шутка, но это что называется в каждой шутке есть доля, даже не доля, в данном случае даже констатация того, что эта тема сейчас, конечно, умозрительно и неактуальна, но среди наших юных радиослушателей наверняка есть будущие космические спелеологи, так что я очень надеюсь, что они поставят точку в этом вопросе и скажут, в чем я был прав и в чем не прав. Так что, ребята, готовьтесь, пока еще молодые, к себе готовьте, космическая спелеология. Там вторая часть была про базы инопланетян, внутри лунные, но если мы так говорим может быть, то не может быть, как бы стоит дальше рассуждать. Я думаю, что одно из другого вытекает, то есть, конечно, я смотрю в этом плане оптимистично. Хорошо, Дмитрий, Вадим Чернобров, я вас хочу спросить, помните, еще в 2002 году в передаче Малахова вы принесли в студию какую-то металлическую шлангочку, неопознанную в пакетике, как от распылителя в ванной и передали ее в эфир кому-то на обследование. Что же это на самом деле было? Что это такое за артефакт? Если я правильно помню, все-таки Малахов это не тот эпизод, который запоминается. Я помню у Малахова я был лет 10 наверное персоной Нотград из-за того, что он пригласил инопланетянина на прямой эфир, а я развенчал, доказал, что это актер. В общем, сорвал... Какой же ты все-таки? Я осознал, но с тех пор лет 10 меня там терпеть не могли за то, что я не поддерживаю наигранность этой передачи. Ну, ладно. Что касается того объекта, если я правильно понял человека, должен сказать, у него хорошая память, раз запомнил такое, значит, да, отдавали на обследование и было несколько взаимоисключающих вещей, не вещей, а выводов. Во-первых, что это такопровод, то есть устройство для передачи большой энергии, причем такопровод, который был сломан и испытал на себе, выражаясь русским языком, коротнуло, то есть закоротило, высокое напряжение через него прошло, и его с двух концов, как предохранитель, этот такопровод перегорел просто-напросто. Это с одной стороны, а с другой стороны, значит, что эти технологии порошковые, сделанные по методу порошковой металлургии, значит, порошковая металлургия у нас появилась не так давно, то есть, на нашей памяти с вами, то есть, это никак не раньше второй половины двадцатого века, а сам такопровод, он имеет возраст порядка двух с половиной тысяч лет, соответственно, здесь явная, как сказать, явная нестыковка, и, ну, есть еще несколько нестыковочек, в частности, что касается химического состава, я сейчас не воспроизведу вам в процентном отношении, просто по памяти, но вот общая такая канла, общий вывод этого, анализа этого объекта показал, что мы, в общем, мягко выражаясь, не знаем, что это такое, пока наши фантазии исчерпаны, но в конце концов, я не думаю, что мы никогда не вернемся к исследованию этого вопроса, наверное, вернемся, пока я не готов сказать, что это такое. К нам просятся в эфир Владимир, я сейчас ставлю небольшую отбивочку, как раз время пришло, и давайте попробуем с Владимиром связаться. Владимир, подключайся к нам. В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Сегодня у нас, напомню, восьмой день месяца новых даров 7500 24-й это понедельник, а вот по современному календарику уже наступает 10 ноября 2015 года, вторник, это по московскому времени, и тема мы обсуждаем история изучения НЛО в США и СССР, особенности восприятия темы неземных цивилизаций, западных и восточных, и главный следующий, Вадим Чернобыл, к нам присоединяется Владимир, здравите Владимир. Здравия всем, кто еще не спит и всем, кто будет слышать в записи. С чем пришел, давай, рассказывай. Есть у меня три вопроса, ввиду того, что время позднее, постараюсь быть очень краток, постараюсь, по крайней мере. Вадим, как удобнее на ты или на вы? Как угодно. Это был первый вопрос? Нет. Это было первое желание, сказал Золотая Рыбка. Ну, первый вопрос, собственно, глубоко по теме, да, то есть, я почти там на 200 тысяч процентов согласен со всем, что ты говорил по поводу развитых цивилизаций, неразвитых, кто там с кем может заключить договора, кто сюда может прилететь, а кто не может. А вопрос заключается вот в чем. Поминали сегодня восточный подход к этому всему, да, и как тут не вспомнить восточную философию и, собственно, восточные знания, которые называются веды, да, там, в общем-то, этот вопрос тоже разрешен, то есть, там никто не комплексует по поводу внеземных цивилизаций и других миров, они там называются локами, цивилизацией называются некоторыми богами, некоторыми демонами, и там, в общем-то, никто не видит проблем в том, чтобы какие-то существа обладали очень высокоразвитым интеллектом, высокими технологиями, но при этом были абсолютно бездуховны. И намекается на то, что существует во Вселенной паритет между теми, кто все-таки с головой дружит, в хорошем смысле слова, те, кто назовем их добрыми инопланетянами, то есть, высокоразвитыми действительно, высокодуховно развитыми, и между теми, кто развился только интеллектуально и технологически. это не вопрос пока, а вопрос вот в чем. Это же философия восточная предполагает, что, ну, как по-русски мы говорим, что посеял, то и пожнешь, да, что посеял, то и пожнешь. некоторый такой закон кармы, и поскольку мы себе позволяем убивать живых существ, причем, ну, колоссальными количествами, там, одних коров только в год 27 миллиардов забивают, то в принципе и те более высокоразвитые существа позволяют, чтобы к нам прилетали, тоже немножко пощипать. В конце концов, мы ведь воюем как страна со страной, никто не не хватает за руки и сквалы не разворачивает, то есть дают этому случиться. То вопрос вот в чем. Возможно ли гипотетически, что коль мы не очень духовно развиты в целом, как планета на данный момент времени, могут ли дать, скажем так, высшие силы назовемых, так или более высокоразвитые цивилизации случиться тому, что все-таки с нами придут и поступят так, как мы поступаем друг с другом на этой планете? Я понял, если постараюсь коротко, ну, короткий ответ, конечно, я не знаю. Почему? Потому что я убежден, что до сих пор этого не случилось. Да, это наблюдаемый на мой факт. но это не значит, что это будет продолжаться вечно. То есть, никто не может дать гарантий, ну, так выражаясь русским языком, что если нас терпели наши выходки тысячи лет, пока мы развивались, это не значит, что еще будут терпеть тысячи лет, тем более, тем более, что терпеть можно, пока мы бегаем с копами и стрелами, мы вообще никому не мешаем, но когда мы уже вышли за пределы нашей планеты, вот здесь, что называется, уже это несколько напрягает вот эти самые высокоразвитые цивилизации. И не дай бог, что называется, мы переступим какую-то красную линию, ну, то есть, иными словами, читай, начнем представлять угрозу для других. В этом случае, что называется, терпимость имеет границы. И вопрос о том, будут ли терпеть дальше, в этом случае может стать, так сказать, может стать вопросом. Если сейчас я не сомневаюсь, что нас терпят и, наверное, некоторое время еще будут терпеть, сейчас я в этом не сомневаюсь, то чем больше мы технически развиваемся, тем этот вопрос более и более правомочен. И даже больше скажу. Я во время, где-то в середине сегодняшней передачи так обмолвился мельком, конечно, что я даже не то, что не исключаю, а допускаю, может быть, даже немножко убежден в том, что есть отрицательный пример. Если говорить о предыдущих цивилизациях, если они были на нашей земле, если они действительно были высокоразвитыми, если успели написать те же самые веды, если успели написать виманика шастра, как не просто написать, а в общем-то жить так, как там описано. То есть фактически там описана высокоразвитая цивилизация, которой техника никак не меньше, чем на нашем уровне, скорее даже больше, чем на нашем уровне. Если эта цивилизация исчезла, то есть ее нет, мы не наблюдаем ее, что с ней случилось, может быть, внешние силы ее разбомбили, может, внутренние распри привели к угрозе. Тут, что называется, допускаются и те, и другие варианты, но если это случилось, я в этом случае склонен не уверенно так утверждать, но допускать я обязан, что они приступили эту самую красную черту, о которой я говорю. То есть иными словами, если мы, я подчеркиваю, я это допускаю, и даже этого одного допущения неуверенности, а просто допущения как версии. Этого более чем достаточно, чтобы серьезно относиться к этой теме, потому что на кону не просто спор каких-то там ученых, один считает так, а другой эдак, на кону наше выживание. То есть если мы повторим чужую ошибку, то соответственно и итог будет аналогичным. Если предыдущие цивилизации, если таковые были, исчезли, погибли, деградировали, несмотря на то, что они были даже более высокоразвитыми, чем мы, значит, они что-то сделали не так. Значит, нам надо а, быть более внимательными к логике, извините, дружить с головой, как вы сказали, и б, у нас есть подсказки, о них вы тоже упомянули, те же самые веды, надо, значит, почитать их более внимательно, уже, так сказать, с багажом наших нынешних знаний, может быть, там между сроком мы догадаемся, что они такого совершили, чего нам повторять нельзя. То есть, добуквенно повторять их путь нельзя категорически, потому что итог мы знаем, к чему они пришли. нам нужно разобраться с этой проблемой. На кону, подчеркиваю, это не просто разговоры за чашкой чая у костра, это разговоры, это даже не разговоры, это выстраивание стратегии на выживание, ни более, ни менее. Не буду дальше развивать, потому что времени мало. Следующий вопрос, опять-таки, в тему сегодняшней беседы, по поводу вот такого антиинопланетянского нагнетания и истерии некоторой в Голливуде, наблюдающейся уже несколько десятилетий, я озвучу некоторую конспирологическую версию, еще вариант, для чего это делается. То есть, проскакивало это ближе к 12-му году, что есть такой проект, если я не ошибаюсь, по-моему, он Blue Beam называется, некоторые Blue Ray называют, голубой луч, который сводится к следующему, глобализация может быть не только по-ефремовски, подобрана, что на планете наступил всеобщий коммунизм, и мы полетели осваивать дальние звезды, а она может быть по-злому, к чему все идет, когда это через насилие и подавление делается. И для того, чтобы это дело осуществилось более легко, это то, о чем Рейган намекал, и то, ракетостравитель, о котором ты сегодня говорил, тоже вспоминал, так как бы они озвучивали планы мировой элиты о том, что население нужно сильно припугнуть, для того, чтобы они привыкли к общей, единой, центральной полицейской власти. то, что на одном долларе написано новый мировой порядок, точнее, новый оба с эклором на латыни написано. И как это предполагалось сделать? Может быть, еще будет сделано. То есть была разработана технология, которая вроде бы как находится в тайне, для того, чтобы в небе над крупными городами одновременно по сценарию буквально фильма День независимости, который сегодня вспоминали, появились какие-то большие страшные космические корабли. Была инсценирована какая-то космическая битва. И после этого задача инсценировать нападение инопланетян для того, чтобы сплотить весь мир против страшного агрессора. Как ты относишься к этой версии? Слышал? Слышал, безусловно, слышал. Их подробностях слышал. Насчет 2012 года это на самом деле я думаю иронично к этой дате точно не привязана. К 2012 году там было привязано другое. Я много занимался развенчиванием этой истерии 2012 года, за что тоже на многих телеканалах попадал в стоп-листы в персоны Нонграда, но сейчас не об этом, не о 2012 годе. Я к тому, что это действительно версия известная, в том плане, что люди, которые ее разгласили, они разгласили с такой оговоркой, что выдают стратегический злой план. Дело в том, что если стратегический план разглашен, то он теряет актуальность. Как вы понимаете, то, что знают трое, сейчас в данный момент нас трое, это обсуждало, и еще сколько-то энное количество людей нас слушают, если что знают трое, то рано или поздно узнают многие. И внезапность такого плана, она теряет актуальность. И может быть, подчеркиваю, может быть, эти люди, которые предупредили, может быть, они и окажутся правы, но парадокс в том, что в этом случае не будет подтверждения их словам. То есть, по крайней мере, этот сценарий не будет реализован. Поэтому не подтвердить и не опровергнуть вот такие конспирологические предупреждения сложно. Но в любом случае я в этом убежден. Тот, кто работает в этом направлении, конечно, имеет возможность списать свои нападения на злых пришельцев. И кто-то может думать, что это такая абстрактная, фантастическая какая-то, даже неумеренно фантастическая такая игра, что ли. Вот кто-то просто забавляет некой фэнтези, что нам всем, и мне в том числе, не знаю, просто голова закипела, и мы какой-то бред несем. Кто-то скажет и вполне справедливо, что это невозможно, что это полный бред, хотя бы потому, что технологически пока выставить перед большими городами, реализовать тот план, о котором вы говорите, просто невозможно. у нас у нас нет таких летающих аппаратов способных такое сделать. Но вот здесь чтобы долго опять же ваше время не занимать, я скажу, что на самом деле если кто-то думает, что это просто план, просто голые слова, тот глубоко заблуждается. Дело в том, что уже есть вбросы в информационное поле, я готов это конкретными примерами подкрепить вбросы говорящие о том, что те или иные города атакуют инопланетяне. У меня на страничке есть как минимум два таких вброса. В одном случае есть хорошая качественная видеозапись, на которой инопланетяне атакуют талибов в Афганистане и видно, отлично видно на видеозаписи тарелку, как она бомбит этих несчастных талибов. В другом эпизоде, с разницей в полгода или год, хорошая видеозапись, на которой летающая тарелка бомбит, по-моему, я не помню, какие силы бомбит, то ли ДНР, ополченцев ДНР, то ли ВСУ украинские вооруженные силы, кого-то бомбит во время гражданской войны на востоке Украины, и у меня на страничке эти видеозаписи со всеми ссылками есть и с пометками, как я их разбираю, анализирую и доказываю, что они были подтасованы, что на самом деле взрывы, конечно, там имеют место быть, но на реальных видеозаписях летающих тарелок в небе нет, что летающие тарелки подрисованы, то есть кто-то, ну, талибов бомбят, наверняка, американцы, и они же и снимают это, ну, соответственно, в гражданской войне на востоке Украины, естественно, люди бомбят людей, сейчас я не вдаюсь в подробности, кто прав, кто виноват, в любом случае это гражданская война, и нам всем, так сказать, глубоко обидно и жаль, что люди друг друга уничтожают, но любопытный момент, и в том и в другом случае нам любезно подбрасывают как бы врага, вот кому надо мстить, на самом деле вот, не американцы, эй, талибы, вас не американцы бомбят, вас инопланетяны бомбят, а все прекрасно знают, что талибы мстительные, и они будут стараться мстить, а тут в данном случае кому мстить, ну это как минимум, так сказать, как минимум такая мелкая цель, наверняка цель более глубокая, может быть, на этих видеозаписях отрабатывают технологии, но возможно, это такие первые ласточки, дальше будет больше, да, кто-то скажет, это не серьезно, это рассчитано на пацанов, потому что серьезный человек в такое не поверит, ну да, после того, как я это развенчал, может быть, еще меньше человек поверят, но я вас уверяю, даже 5% людей, если приняли это за чистую монету, я убежден, что эти 5% это сотни человек, может быть, тысячи человек, не считал, не знаю, да, это люди, может быть, не самые умные, но если в руках этих людей автомат, то уже это оправдывает существование вот таких вбросов, уже эти сотни людей неправильно ориентированы, если без этих записей они понимали кому надо мстить, то сейчас с этими записями у них как бы каша в голове, то ли инопланетянам мстить, то ли вообще мстить не надо, потому что если в сторону твоего врага стали могущественные инопланетяне, то ну его нафиг, надо завязывать с этой войной и дезертировать, ну разный есть вариант, и в любом случае те, кто это делает, явно так сказать хороший психолог и что-то здесь продумывает, но подчеркиваю, это только начало, это первые вбросы, то что будет дальше мне самому очень любопытно, но сами понимаете, и технологии растут, и возможности изощренные самые такие может быть фантастические, то что сейчас, я уверенно говорю, это невозможно, я говорю, нет у нас технологий, чтобы над большими городами летающие тарелки летали, да нет у нас их просто, у нас в смысле у людей, ни у американцев, ни у кого, но это сейчас, а завтра может быть голографические какие-нибудь копии будут, голографические технологии, и будет большой соблазн их испытать, с какими изощренными целями, и с какими изощренными сценариями, знаете, я не готов предсказать, но в одном я уверен точно, мы живем с вами в очень интересное время. Благодарю за ответ, и третий вопрос, который возможно станет основой для еще одного эфира, возможно, он чуть-чуть не по теме, но все о том же. Я хочу поделиться своими небольшими наблюдениями, и эти наблюдения и будут содержать вопрос. Значит, у меня есть дом на северо-западе Киевской области, ну так вот, для понимания местности, там эта местность, поскольку это украинская полесье, там все было нашпиговано в советское время ракетными частями, и ракетная часть там от меня одна из очень крупных, очень недалеко. Это Сумская область? Нет, нет, не Сумская, Киевская. Ну, на границе с Сумской, да? Нет, это запад, это туда, к западным областям, Сумская на востоке, даже на другом не прав. Понял, хорошо. Это Житомирщина, да? Да, да, ближе туда. Там Житомирская гранитная плита, Житомирский гранитный щит, и там даже есть версия, что все эти части между собой как-то соединены, я не знаю, там не служил, но там легенды ходят. Бывал в этих местах, Коростень там и другие места. Да, да, вот недалеко по российским меркам. Типа да, да. Так вот, что я там наблюдал лично, особенно какой-то вал был просто где-то с 2010 по 2012 год. Светящиеся объекты, ну, плазмоидами их называют, то есть светящийся шарик в небе посветимости сопоставим с Венерой и ярче даже. Вот, поскольку у меня есть артиллерийские биноклы восьмикратные, то есть я наблюдал это в оптику еще, это не самолеты, понятное дело, значит, как они появлялись, то есть то, что это не земные объекты однозначно. Как правило, они по-разному появлялись, но в 90% случаев они где-то появлялись в зените, то есть над головой. Ночью, там, в 12 ночи, 2 часа ночи, ощущение было какое-то, что они появлялись, возможно, это периферическое зрение работало, чтобы засветило что-то, а вообще такое ощущение, когда человек в спину смотрит, есть такой люди чувствуют взгляд, вот, и вот они появлялись в зените и после этого, как правило, строго двигались на восток, иногда выдували какие-то пируэты, появлялись и исчезали. Наблюдал я их, ну, не знаю, наверное, вот за сотню раз, бывали поодиночке, бывали по несколько, и иногда я даже видел сам момент появления, то есть, просто как лампочка в небо загорается, потом посветилась, зависла, полетела. Бинокль не дает понять ни размера объекта, ни расстояния до него, но понятно, что он достаточно далеко, потому что дубу описывает. был даже эпизод, но тут уже в пятнадцатом году, то есть, полетел один объект, потом остановился, к нему с противотоложной стороны подлетело два других объекта, это я в бинокль наблюдал, и вот такое было впечатление, что как директор предприятия зашел в цех, к нему подбежали два начальника цеха, он им быстренько раздал, что должен раздавать директор, и они убежали, то есть, они встретились и разлетелись в разные стороны. В чем вопрос? У меня такое впечатление, что там какой-то аэродром подскока, то есть, они там появляются, небольшую часть пути пролетает приблизительно в одну и ту же сторону, я уже там ориентирую, у меня подъемные исчезают и улетают. Что это может быть? Ну, надо, конечно, мне более точно по карте сориентироваться, уже на крупной карте, вот, но места Житомирщина мне так более-менее хорошо известны, я несколько раз туда с экспедициями ездил, я согласен, что места более чем удивительные, я при случае, может быть, как-нибудь и расскажу о том, что сам видел, вот, но если коротко, конечно, я не знаю ответа на вопрос, что привлекает эти самые объекты, но я знать не знаю, но знать хочу, и напомню, что у нас уже несколько лет действует система уфа-сети, когда мы, получая информацию из разных мест, пытаемся соединить ее воедино, и в этом случае нам удается понять, когда мы с разных точек наблюдения лучи, сектора наблюдения, азимуты наблюдений выстраиваем, нам становится понятно, во-первых, где в действительности был тот или иной объект, ведь с одной точки вы уже сами сказали, вам сложно понять расстояние до этого объекта, я согласен, а с двух точек это становится понятней, ну, с трех еще более понятно, и в этом плане я, не зная, конечно, ответа, я просто лишний раз напоминаю, что, а, надо быстро сообщать о каждом таком наблюдении, ну, даже если наблюдение давнишнее, все равно можно написать подробности, и если оно достаточно подробное, это описание с датами, со временем, с направлениями, то есть некоторый процент, сто процентов конечно гарантии нет, но некий процент есть, что по базе данных мы вычислим вот это событие, если в базе данных на это число, на этот регион у нас уже что-то есть, могу сказать, это бывает достаточно часто, и ради этого, даже ради одного процента это стоит делать, потому что по итогам таких выслеживаний или по итогам вот такого детективного вычисления траектории полетов этих объектов нам иногда удается узнать, где находится точка, откуда они летели, или точка, куда они летели, и тогда мы устраиваем экспедицию в эту точку, пока этой точке неизвестно, естественно, мы будем разводить руками, вот такая ситуация, но она достаточно общая ситуация, в смысле, имеющая отношение ко многим местам, в Житомирщине, в том числе, очень, так сказать, мечта, последний раз мы там были в 2013 году, в этом месте. Благодарю за ответ, я уточню, что именно меня интересовало, то есть, такой характер полета, как, вот, чистое звездное небо, а там глухая сельская местность, ни фонари не светят, ничего, то есть, за звездами наблюдать очень удобно, появляется объект, то есть, ниоткуда, как бы, он начинает из маленькой точки увеличиваться, потом он перемещается приблизительно по одной и той же траектории и исчезает, его исчезновение, я наблюдал в бинокре, у меня такое подозрение, что он просто очень-очень быстро ускоряется, то есть, не просто растворяется в воздухе, а просто он с такой скоростью начинает удаляться, что он уменьшается, вот, именно как увеличивается, когда появляется, когда исчезает, он вроде как линейные размеры его уменьшаются, то есть, он как будто как лампочка гасена, возможно ли, что они, ну, планеты для разгона, для маневра используют, то есть, они выпрыгнули из того, что в ведах называется Акаша-Патана эфирный коридор или у фантастов гиперпространство, какую-то часть траектории по орбите пролетели и выпрыгнули, с таким сталкивался это с Мактеевской, с такими траекториями? Ну, если коротко, не вдаваясь в подробности, у меня было такое ощущение, я слушаю, у меня такое ощущение, что я как дежавю, я эти почти дословные описания уже слышал, и в частности, например, могу даже сориентировать, есть место такое в Белоруссии, называется Тишково, туда мы тоже несколько раз ездили, так же, как и в Томирщину, и там вот почти дословно рассказывают то же самое, ну и еще пару мест в России тоже могу привести, одним словом, подобные места есть, но у меня пока не сформировалось мнение, и тем более уверенность, что это такое, да, я могу предполагать, что это как ведах, как вы говорите, выпрыгивают в гиперпространство, но это не более, чем там мое или ваше предположение, потому что реальные, могу если коротко сказать, реальные перемещения в пространстве и времени кораблей, а я убежден, что высокотехнологичные летательные аппараты перемещаются не только в пространстве, но и во времени, перемещение торможения или искажение времени позволяет совершать сверхбыстрые маневры или сверхдальные перелеты, даже если вы не собираетесь перемещаться во времени, это если коротко, а вот если теперь сказать, как это выглядит со стороны, как это могло бы выглядеть со стороны, как выглядит вообще корабль, который искажает вокруг себя время, вот как выглядит корабль, который не искажает время, мы все знаем, на аэродроме посмотрите, как взлетают самолеты, ну вот примерно так они не искажены и видны, а вот как выглядит изображение летательных аппаратов искаженных из-за того, что они одновременно искажают время вокруг себя, вот это очень интересный вопрос, вопрос, и если коротко, то все будет очень похоже на то, что вы говорите, такие вот намеки. Благодарю, Владимир, рекомендую вот как-то на эту тему полетов тоже как-то эфир провести. Я очень мечтаю вернуться на Житомирщину и думаю, что мы продолжим это дело. Сейчас там Киевские Космопольские занимаются исследованиями, но, к сожалению, руки не доходят до всего, поэтому так же, как и у всех нас, бытовые проблемы и прочие проблемы, сами понимаете. К сожалению, мы не лишены проблем всяких разных. Хорошо, Владимир, благодарю тебя за участие в эфире. по Билочку и ты от нас отключаешься. В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, восьмой день месяца новых дорог 7524-й это понедельник, а по современному уже 10 ноября до 2015 года вторник. История изучения НЛО в США и СССР Вадим Чернобров главный сведущий и мы рассматриваем особенности восприятия темы внеземных цивилизаций. К сожалению, все вопросы я вряд ли смогу озвучить, потому что здесь очень много вопросов и они все на разные темы, но давай мы сделаем так. Все-таки я буду озвучивать какие-то из них. Если это не касается напрямую нашей темы, то давай мы сведем ответ довольно к однозначному да-нет или планируется или не планируется. Как вариант подбрасываю идею, может быть, не выбрасывать все неотвеченные вопросы, оставить их на какую-то другую передачу. Ну, хорошо. В общем, давай так. Я их читаю, а дальше коротко отвечаем да-нет. Хорошо. Павел Че, вопрос Вадима, что на сегодняшний день известно нового о спутнике Черный Принц есть про движение по этому вопросу или нет? Ну, к счастью, легкий вопрос, если коротко, новых сведений нет. Почему? Потому что раньше любое тело, которое двигалось по запрещенной орбите, есть такое понятие в космонавтике, оно, как бы, мы знали, что это Черный Принц, а сейчас таких тел космического мусора стало гораздо больше, ну, поэтому визуально наблюдать тяжело, а приборные наблюдения нам координаты этого самого Черного Принца сейчас неизвестны. То есть, с тех пор, как они были известны, естественно, график его движения сильно изменился в силу понятных любому космическому баллистику причин. То есть, эти причины естественны. Одним словом, подлететь к нему, к этому Принцу не сейчас, не вчера, не сейчас невозможно, потому что наши корабли летают в противоположном направлении, поэтому даже близко, так сказать, подлететь сложно. Ну, соответственно, вблизи снять его тоже невозможно. Но, кстати, кстати, но тем не менее, тем не менее, есть фотографии, пусть сделанные издалека, пусть они искаженные, но есть. Вот принадлежат ли они Черному Принцу или нет, сказать сложно. По крайней мере, скорее всего, это один из Черных Принцев. Напомню, таких тел было известно около 20. Черный Принц просто один из них, ну, как бы, наиболее легендарный. Так вот, если не забыл, чуть не забыл, вернее, для тех, кто, специально для тех, кто не заснул в это время, я приглашаю всех питерцев, ну, разумеется, и всех приглашаю, ну, тех, кто будет в Питере, в 13, 14, 15, я буду там читать лекции. И вот первая лекция будет посвящена именно тому вопросу, о котором вы говорите. То есть, реальный НЛО в космосе, в том числе, Черный Принц, как он выглядит и, ну, и что это такое. Что это такое, конечно, до конца я не знаю, но фотография, как он, возможно, выглядит, у меня есть. Вот, это будет целая лекция у реальных и поддельных, конечно, есть и такие случаи, НЛО в космосе, о том, что говорят космонавты про НЛО в космосе, в реальности говорят, не то, что, так сказать, по телевизору. Вот об этом речь будет 13-го числа, 14-го числа будет лекция о звездоплавании, о том, когда человек полетит в космос. И это 14-го. И 15-го будет лекция о самых больших находках в России, самых интересных артефактов. Так что, спасибо, что вопросом навеяли, темой с космическим принцем. Давайте, так сказать, с питерцами мы отдельно эту тему поговорим, ну, со всеми остальными, видимо, уже после того. Следующий вопрос, Алекс. Вопрос чуть-чуть не в тему. Вадим, в ваших передачах я не слышал упоминания об искусственном интеллекте на службе пришельцев, а также о технологии телепортации. Есть ли о них какие-либо сведения? Ну, косвенные есть, в том плане, что мы же оперируем наблюдательными данными, то есть, то, что дают наблюдатели, конечно, они так или иначе это интерпретируют по-своему, с понятных им позиций, но в ряде случаев их рассказы особенно не отредактированы, то есть, то, когда они в самом начале самые первые рассказы, как правило, они еще не поддаются самоцензуре и саморедакции. Это потом, когда человек второй, третий раз рассказывает, увиденное, он уже как-то приглаживает под свои знания, под ожидания слушателей свой рассказ. Так вот, не отредактированные рассказы, они изобилуют подобными примерами, но в любом случае они, все-таки, эти рассказы это косвенные данные. Прямые измерения, о которых мы все мечтаем, они пока нам недоступны. Вот если вы подскажете, как нам исследовать процесс телепортации у пришельцев, вам буду очень благодарен. Пока только по косвенным признакам мы судим. Ну, просто зайти в эту дверку открыть и телепортироваться и посмотреть, что там. Черт возьми. Все так просто. Мы не догадались. Итак, Алекс, еще вопрос про прилеты НЛО описывают наличие с нашей древней истории. Еще вопрос. Прилеты НЛО описывают, начиная с нашей древней истории. Наблюдается ли эволюция технологий НЛО? Да, конечно. В частности, по крайней мере, она наблюдается в плане мимикрии. Одно из свойств НЛО это то, что они подстраиваются под известную технику. То есть, во времена парусников, например, парусники появлялись иногда. Это не значит, что все НЛО были в виде парусников, но парусники по небу летали. Потом, после парусников летали по небу пароходы с трубами дымящими, потом самолеты летали и так далее. Но в ряде случаев, причем они летали до того, как подобная техника появлялась у людей. То есть, такое ощущение, что мимикрия плюс-минус 10-20 лет дает сбой иногда. Но они, может быть, не совсем точно попали в нужное время, или не совсем точно учебники истории читали, или, может быть, учебники истории врут. Поэтому вот такие сбои есть. Но это касается только в плане мимикрирующих НЛО. А с остальными вопрос очень открытый в том плане, что сложно сказать вот дискообразные объекты, которые наблюдали во времена Древнего Рима и ранее, и позднее, и сейчас, они одинаковы или нет? Ну, поскольку фотографию древних римлян было как-то слабовато с наличием фотоаппаратов, не у всех были, то, соответственно, у нас выборка очень маленькая. А по той выборке, которая есть, ну, фактически 20 век. Здесь, пожалуй, сложно говорить о прогрессе, разве что появились четко совершенно, вот здесь я уверен, некоторые типы НЛО появились только последние десятилетия. То есть, например, трехзвездники, одна из моих любимых тем, поскольку этот трехзвездник хорошо идентифицируется и он абсолютно точно является техногенным аппаратом, подтверждено там многими косвенными и даже почти что прямыми исследованиями. И вот этот самый объект, он прослеживается буквально относительно недавно. То есть, почему он не встречался в первой половине XX века, я, конечно, не знаю ответа на этот вопрос, но его действительно не было. То ли это у кого-то появилась такая новая техника, то ли это цивилизация, которая пользуется этой техникой, только недавно к нам начала прилетать. Ну, я не знаю правильного ответа. Ну, суть в том, что происходят изменения внешне и так далее. Кстати, особенно хорошо изменения видны на кругах, на полях. То есть, казалось бы, этому явлению тысячи лет, я абсолютно убежден, так же, как с НЛО, что это было, ну, если не всегда, то, ну, пока училось, что есть письменные летописи, это было всегда, казалось бы, тысячелетнее явление, но, а мы изучаем его всего, вот я изучаю 30 лет, казалось бы, капля в море, но за эти 30 лет уже несколько поколений пиктограмм сменилось. То есть, это очень динамичное явление, но более динамичное, чем НЛО. НЛО более консервативное. Хорошо. Следующий вопрос. Вадим Климчук. Как вы думаете, если параллель произведениям Час-БК с нами, там планета называлась Торманс, может, Иван Ефремов имел в виду нашу Землю? Коротко отвечу. У нас на чтениях Космопоиска, я приглашал 31 октября, были чтения, был хороший докладчик, кстати говоря, автор монографии о Ефремове, биография выходила в ЖЗЛ, в серии, вот там два автора, это один из авторов, очень любопытный, он не просто писатель, он достаточно, мне он понравился, как исследователь, его творчество, и он очень здорово копает творчество, мне казалось, я Ефремова хорошо знаю, и там какие-то интересные моменты у него раскатывал, но он, наверное, более профессионально это делает, мы еще вернемся к разговору с ним, я попросил его откомментировать, сделать доклады по другим произведениям, так что я могу ваш вопрос передрессовать ему, сам же скажу, что на самом деле с Ефремовым надо быть весьма-весьма деликатным, в том смысле, что он не просто писатель, даже так скажу, не некий там фантаст, такой, знаете, на потребу публики писал, он больше, чем писатель, это либо прогрессор, либо даже еще больше, не знаю, как это назвать, но прогрессор точно, то есть его произведение надо читать с лупой, в этом я убежден, а вот на частный вопрос, это земля или не земля, я не могу сказать, может быть и да, но по большому счету, ну, кто считает, что это земля, кому это навевает, я думаю, что пусть так и будет, потому что это произведение своеобразное такое предупреждение, и оно, и предупреждение должно работать. Следующий вопрос, Павел, чем, может инопланетянам и не нужно нападать на нас, они просто могут похищать незаметно людей, ведь на земле люди пропадают без вести тысячами, вот еще дополнение к вопросу от Павла, ведь войны идут постоянно, и количество потерь на войне, оно достаточно, в общем-то, условно, можно там целый батальон убрать, и никто не заметит, скажет, ну, бомба взорвалась, или там кого-то одного похитить, так что, вот, может быть. согласен с первым и со вторым в смысле, что и полки целые пропадали, и я занимался поисками таких полков, ну, условно, где-то батальон, где-то взвод пропал, там, например, мы выезжали в экспедицию, что мне запомнилось, в Белоруссии, где немцы окружили батальон, ну, может там не батальон, может там меньше было людей, окружили, и люди исчезли. Вот это одна из загадок Великой Отечественной войны. Немцы, так сказать, ошарашены были, акипризраки летучились. Ну, как будто похитили инопланетяне. Вот, прям хочется так сказать. Вот, мы расследовали этот случай, детективный такой вот эпизод, хотя прошло уже там полвека с тех пор, но тем не менее нашли разгадку. Естественно, наши, когда здорово так ушли тайными тропами от немцев, то есть, мы нашли эту тайную тропу, то есть, исчезновения в буквальном смысле не было. Ну, это в данном эпизоде, но на самом деле таких случаев недорасследованных еще много, это я привел пример, когда нам удалось добиться истины, а эпизодов еще непонятных хватает. Ну, самые классические это вот исчезновение в дискообразном облаке Норфолкского полка в Каппадокии, не в Каппадокии, на юго-западе Турции. Вот с Норфолкским полком, как бы сказать, точка в истории до сих пор не поставлена. Так что здесь тема, конечно, для обсуждения, не для обсуждения, извините, для исследования. Обсуждать, конечно, это интересно, но лучше исследовать. И тем не менее, еще одно слово. Я против того, чтобы всех пропавших без вести списывать на инопланетян. Это, извините, просто не решение, это даже не исследование, это даже не кощунство, это просто уход от проблемы. Пропавших без вести, естественно, много, но больше из них, большая часть это криминал. И списывать на инопланетян некоторые передачи ко мне там иногда обращаются, вот откомментируйте, там пропало пять женщин в такой-то области, откомментируйте, а что, откомментируйте, ну, что их могут похитить инопланетяне. Говорю, у вас есть такие сведения? У меня нет. Копайте дальше, тем более, даже я, говорю, читал, то есть, если вы не знаете, то нам сообщают, что люди видели, что каждая из этих женщин подъезжала, там, черная машина, одна и та же. А вы предлагайте, чтобы я увел следствие в сторону, чтобы, если есть кому расследовать эту историю, ищите эту черную машину. Наверняка это криминал. А вы хотите, чтобы я своими устами уводил следствие в сторону, придумывая какую-то бредовую идею списывать сегодня инопланетян. Это к теме похищения инопланетян надо обращаться в самую-самую распоследнюю очередь, когда все уже перепробовано. А мы как правило ничего еще не перепробовали. Только там вчера пропал самолет, а уже бегут журналисты, чтобы я откомментировал, что его похитили инопланетяне. То есть его еще не начали толком искать, а уже хочется жареного. Я понимаю, на инопланетяне можно списать все что угодно. В том числе и убийство Кеннеди при желании. Но все-таки давайте это делать в последнюю очередь, когда перепробовали все остальные варианты. Поэтому из цифры, что ежегодно в России пропадает без вести 35 тысяч человек, порядка 35 тысяч человек, это очень много, безусловно. Это целый город. В общей сложности, я не помню там точно цифры, в конечном итоге, когда отминусовать из этой цифры тот криминал, который в конце концов расследуется и те неопознанные трупы, которые находят, они же неопознанные, то есть они это не значит, что нашлись вот те 35 тысяч, они не находятся, но вместо 35 тысяч там это количество десятков тысяч неопознанных трупов. вот одно с другим надо как-то совместить сначала, а потом уже говорить о том, что эти 35 тысяч похитили инопланетяне. Вот в конечном итоге оказывается, что реально исчезают, то есть концами, там не более пяти тысяч, не более, то есть это в семь раз меньше, но опять же вспомним сколько у нас болот, сколько у нас рек, где люди тонут безвозвратно и сколько криминала недорасследованного, то в общем от этих пяти тысяч останется в лучшем случае сотня действительно представляющих какой-то интерес, но всерьез подчеркиваю этим я за то, чтобы заниматься этим только после очень тщательного милицейского, полицейского расследования, а не прикрывать мною и другими уфологами бездарность и бездеятельность там следственных органов. Понятно. Дальше давай посмотрим. Кстати, вот по поводу того, сколько пропадает. Многие люди часто начинают что-то такое сверхчеловеческое придумывать для объяснения каких-то ситуаций, почему мы плохо живем, почему вот так люди умирают. Друзья мои, если вы внимательно обратите внимание на то, что происходит вообще во всем мире, то поймете, что помимо вот этих всех тем, которые мы сейчас затрагиваем, есть достаточно простые объяснения многим нашим неприятностям. Ведь от одного только алкоголя и прочих наркотиков умирает по разным сведениям от полумиллиона и чуть ли не до миллиона в год. Поэтому если вы хотите улучшить жизнь свою, то давайте не будем грешить на инопланетян в первую очередь, а постараемся сделать так, чтобы этой дряни у нас не было на земле, и чтобы наши сородичи не гибли. А вот потом уже, когда у нас трезвые будут умы, мы тогда обратим свой взор на то, что нужно понимать в трезвом состоянии. Хорошо, давай дальше. Вадим Климчук. Вопрос следующий. Как вы думаете, что на самом деле наша Луна? Ведь это не то, что что-то невероятное, что тело вращается как синхронно с нашей Землей, что мы видим только одну сторону. Я думаю, что не будем мы уже дальше этот вопрос рассматривать, потому что уже подробно поговорили. А по Луне у нас, я думаю, будет отдельный большой эфир. Давай дальше. Дмитрий, вопрос Вадиму. Перезагрузка же была у всех цивилизаций, а значит, мы делаем что-то не совсем так. Они же одни и те же грабли. А, ну понятно, в общем, грабли одни и те же. Об этом ты общался когда с Володей, тоже сказал. Тоже, я думаю, не стоит сейчас это поднимать вопрос, потому что перезагрузка это вообще отдельная тема. Дальше. Вопросы основные мы рассмотрели и, наверное, давай подводить итог сегодняшней нашей беседы. Кто-то нам по звуке можно передает. Ну, ничего, у нас же вселенная населена плотно. Да, да, да. Кто-то еще вопрос передавал. Ну, давай-то подводить итог. Итак, здесь люди просили продолжение банкета, что мы готовы и до утра ждать, и до следующего эфира. Но я объяснил, что, во-первых, у тебя есть плотный график, во-вторых, есть график выхода передач на радио. А после того, как ты съездишь в Питер, тебе необходимо будет поехать в командировку на некое время. Вот народ интересуется, когда следующие эфиры будут? Ну, я очень надеюсь, будет. Но, да, ведущий уже начал за меня объяснять. 13-15-го я в Питере читаю лекции. 20-21-го в Москве у нас будут зигельские чтения. Я и 20-го, и 21-го выступаю. Вот. А потом будет множество встреч сначала в Латвии, потом в Литве, Польше, Германии, Дании и далее, так сказать, и далее везде по Европе. Во многих из этих стран есть наш космопоиск. Наверняка я убежден, что в каких-то странах есть радиослушатели славянского радио. Если таковые есть, то, вот, знаете, мы к вам можем заехать и либо мы организуем какую-то встречу, либо вы организуете встречу, то есть тоже не будьте пассивными. И мы в большинстве из европейских стран то есть хотим провести в 20-22 странах хотим провести либо встречи, либо экспедиции. Нас ждут исследования. Помните, в одной из передач мы анонсировали исследование дольменов. Вот едем исследовать европейские дольмены. Это очень интересное исследование в сравнении с нашими отечественными. Так сказать, выводы интересные, надеюсь, будут. Будем исследовать пещеры, корынахские мегалиты, ну и много-много другое. Так что, ну в плане встречи я сказал, если вы в Европе, то или можете туда приехать, то там мы легко встретимся. Европа, она маленькая, как и планета. Хорошо. Если вдруг человек услышал твое обращение по поводу устройства встречи, то как с тобой связаться, чтобы эту встречу устроить, и как уяснить, когда, примерно, в какой стране, в каком городе ты будешь? В контакте с тобой связаться? Лучше все в контакте, да, я график движения все время уточняю, график появления в той или иной стране, ну по факту, естественно, ближе к делу будет еще больше уточнений, но сейчас график уже есть, у меня на страничке есть, если не увидите, он может быть там вниз уже ушел, то я через некоторое время его повторю, так что если не разобрались, пишите в личку. Хорошо, ну что ж, благодарю тебя за сегодняшний наш такой насыщенный и продолжительный эфир, где-то, значит, получается после уже декабря, если все будет нормально, у нас ожидается с тобой новый эфир, тему уточним, а в то же время такую интригу можно внести, если вдруг получится, то из европейского турне и экспедиции можно будет сделать какой-то небольшой эфирчик, если, конечно, там будет позволять условия, будут условия. Наверное, не с помощью нашего интернета, через планшеты, а если кто-то на месте скажет, приезжайте ко мне домой, у меня хороший интернет, то в этом случае мы обязательно этим воспользуемся и оттуда проведем прямой эфир. Ну, в общем, следите, наверное, за объявлениями на Славянском радио и у меня. И в страничке ВКонтакте, да. Ну что ж, я вот хочу закончить следующими словами наш эфир. Вот, анализируя, ты неоднократно говорил, что мы еще дети, мы развиваемся, мы растем, и вот какую дорожечку мы выбираем, прогрессивную или саморазрушительную, в кого мы превращаемся, в гениев, добрых или бандитов. Вот сейчас мы как раз на таком перепуте и многое очень зависит от нас, как нас примет наше такое космическое братство к себе обратно или опять оставит нас вот в этом нашем каменном веке, в котором мы сейчас сидим и считаем, что это верх совершенства, верх развития. И вот в голову такая аналогия. Маленькие дети сначала воюют между собой улицами и дворами, да, вот с какой-то улиц, с такой, а она получает, стенка на стенку. Потом, когда вырастают подросткового возраста, начинают воевать районами, деревьями, деревнями. Потом, наверное, уже городами, но в конечном итоге взрослые дяди начинают мериться айфонами и уже воюют странами. Вот представьте себе, что наступит такое время, когда жители Земли встретят кого-либо равного там, в космосе. И чем тогда вы будете с ними соревноваться, чем будете мериться, как вы себя будете вести? Будут ли вас воспринимать как взрывомыслящих человека? Не наваляют ли вам там, о чем опять же Вадим неоднократно говорил? Но даже не в этом суть. Идея моего выступления вот в чем заключается. Когда вы там встретитесь, вы также будете друг друга воспринимать не по цвету кожи, не по разрезу глаз, а потому откуда ты, брат? Ты с земли? Ой, все, земляк. Вот как сейчас, например, встречаются русские люди за границей. Ты откуда? Из России. Все, ты наш. Встречаются в Америке. Все, ты наш. И так далее. Получается, что тогда вы будете друг друга обнимать только из-за того, что вы с этой маленькой планеточки, с этой маленькой земли, которую в древности называли Мидгардом, еще по-разному, по-разному. Суть не в этом. Главное, что мы отсюда. Так вот вопрос. Там вы друг с другом воевать-то не будете. А что же вы здесь воюете? Что вам здесь не хватает для полного счастья? Неужели нужно так вот дойти до такого состояния, чтобы вот вас куда-то закинуть за 3-9 земель, в древнем смысле этого слова, куда-то там в космосе, что вы встретились и начали обниматься. А здесь вы друг другу проходили и плевали или там кулаками размахивали. Вот не забывайте об этом, что для того, чтобы быть человеком, не надо, ну, наверное, там никуда улетать далеко, не надо себя ставить в какие-то очень неприятные ситуации. Человек, он всегда человек. А раз вы человек, то и живите по-человечески. Мне осталось только напомнить, что была у нас тема эфира «История изучения НЛО в США и в СССР, особенности восприятия темы внеземных цивилизаций», главный сведущий Вадим Чернобров, за что ему низкий поклон. Благодарю всех, кто участвовал активно в чате. Очень понравилось мне ваше обсуждение, не было какое-то брание, все было очень по-людски, очень хорошо, очень интересные вопросы. Продолжайте в том же духе, а мы постараемся в том же духе и делать наши эфиры. Итак, восьмой день месяца Нового Дорова 7500, 24-го лета, понедельник, по одному из древних календарей, а по-современному уже 10 ноября 2015 года, вторник. Ставлю вам песню, которая очень-очень соответствует теме нашего духа, которая звучит так, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Пожалуйста, прощаемся, говорим до свидания. Всех благ всем. До свидания. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.